Саратовская область действительно оказалась в аутсайдерах по программе переселения из ветхого жилья. Отстающими признали себя чиновники регионального правительства на сегодняшнем заседании, где перед губернатором областные чиновники отчитались о ходе исполнения майских указов президента. Как реализуются поставленные задачи, смотрите в нашем следующем сюжете. В аварийных домах жителям области придется жить дольше установленных сроков, как минимум еще на полгода. Первый этап программы переселения из ветхого жилья должен был завершиться в регионе еще в 2014 году. Но около ста человек до сих пор не получили новые квартиры. По мнению главного прокурора области, несоблюдение сроков – это в первую очередь недоработка региональных чиновников. В настоящее время по трем материалам до сих пор проводится процессуальная проверка. В завершении их будет либо возбуждение уголовных дел, либо принято решение об отказе возбуждения уголовных дел, если не усмотрит состав преступления в действиях должностных лиц и администрации. С вашей стороны, на мой взгляд, на первом этапе, понятно, что вы и механизм нарабатывали, и совершенствовали свою работу, но недостаточно активно работали в этом направлении. По выполнению программы переселения, Саратовская область значится в списке отстающих. В этом году региональные власти должны были приступить уже к реализации третьего этапа. Но вместо этого обратились к федеральным властям с просьбой продления сроков предыдущего до 1 сентября 2016 года. За это время планируется переселить свыше 5000 человек, проживающих в 9 муниципальных образованиях. Мы сегодня находимся, к сожалению, внизу списка субъектов Российской Федерации с результатом ноль по переселению. Одна из главных ошибок, и мы сегодня это понимаем, это было стопроцентное авастирование строительства жилья. Ну и, конечно, второй этап на ту цену, которая была на прошлый год, да и на этот год, она привела на строительство объектов, будем так говорить, очень слабых генеральных подрядчиков. Еще один квартирный вопрос на заседание правительства затронул губернатор. За последний год в области резко возросло количество нуждающихся в жилье детей и сирот. На сегодняшний день очередь из представителей этой категории достигла 4,5 тысяч человек. Мы 4 тысячи на очереди, полторы тысячи судебных решений, и до тысячи человек год мы получаем, что у нас получается такой статус здесь. Это что, это регионы, которые имеют по 4 миллиона человек, по 3,5 миллиона тысяч человек. У них такого нет, а у нас такое количество. Откуда? Как? Почему? Я попросил бы, чтобы мы не расслабляли здесь ситуацию, потому что это совершенно неправильно. Есть гарантии, есть закон, которые должны для ребенка отстаиваться, до последнего отстаиваться. Кроме программы переселения, регион отстает и по другим проектам. Заработные платы медсестер и работников детских садов в области не достигают целевых показателей дорожной карты. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.